Теория подрывных инноваций Теория подрывных инноваций Теория подрывных инноваций конкуренция настоящий рынок, тогда у нас обязательно цены упадут, жизнь будет прекрасна и красива. Я совершенно недавно, на прошлой неделе только узнал следующий вопиющий факт. Оказывается, стоимость непромышленных предприятий на Дальнем Востоке 5,50 за киловатт-час мощность. 5 рублей 50 копейек за киловатт-час. В то же время гидроэлектростанции продают в Китай эту же самую энергию по цене 1 рубль 25 копейек. То есть цена для китайцев в 4 раза дешевле, чем для российских производителей. У нас в городе 3,94. Да, у нас 3,94, у нас 4, а там 5. Без МДС это еще? Для промышленных? У нас плюс пятерочка. То есть они берут, как это объясняют цены представителей энергетических компаний? Они объясняют это таким образом. Вы понимаете, у нас все равно эта гидроэнергетика, она у нас является лишним. Потому что все равно воду-то надо куда-то сбрасывать. Поэтому мы ее продаем в Китае, потому что Китай ее может определить. А почему так дешево? А потому что там рыночная ситуация такая, что в 25 дороже не продают. До чего вы продаете по 5,50? А мы продавать ее не можем, потому что за счет 5,50 российским предприятиям мы тогда и все свою инфраструктуру и обеспечиваем. Ну понятно, что любая экономика производства в стране, когда ты в одной стране, например, стоит рубль 25, а в своей стране стоит 5,50, окажется неконференоспособным. Это к чему приведет? Это приведет к очень простой вещи, что у тебя количество электроэнергии сократится. Все больше и больше будет сокращаться. Они так сокращаются. Больше и больше они будут продавать. Народ потому что будет экономить, мощности им это не использовать, будет все сокращаться, потребление. И вот. Соответственно, цена будет опять возрастать. Можно пытаться эту ситуацию, которая у нас возникла в электроэнергетике, и которой по большому счету не раздельщий новый экономический спад, мы во многом и обязаны. Еще вторая инструкция, которая обязана, это российская банковская система, которая началась сейчас, можно говорить, скидывать на недостаточность конкурентной борьбы. Наш ЕМОН, то есть Дмитрий Анатольевич Медведев, так и говорил, что у нас страна с низким уровнем конкуренции. Но вот другой пример, только что произошедший, опять у нас в экономике. Страна вступила в ВТО. Вступила страна в ВТО, и у нас стоимость свинины резко подешевела. Было большое количество производителей, есть большое количество независимых поставщиков, и, соответственно, у нас в торговле должна эта свинина, раз она подешевела, должна, в принципе, цена упасть на нее. А она не упала. То есть, с одной стороны, российские производители продвижить не могут, потому что цена на ПТО только упала на сот процентов. А с другой стороны, большое количество наших независимых торговцев, то есть парадоцов, свинины, то есть сетевых магазинов, цены на нее не падают. Вроде бы конкуренция там идеальная. Куча сетевых операторов и таких, и лента, и яркие, и метра, и что-то еще. И ясно между собой, что они по цене специально где-то не собирались где-то в сауне, и не договаривались, что у них цена на свинину должна быть больше. Тем не менее, цена на свинину высокая. И эта прибыль идет вот этим высококонкурентным рынок вот этим самым торговцам. Но мы опять посмотрим. Сетям же тоже жить как-то надо. Мы, кто-то ведь спрашивается, кто должен заплатить за наш, в Петербурге, может, этого не знают, те, которые меня слушают, так называемые за кладбище гипермаркетов. Кладбище гипермаркетов, это пять продовольственных гипермаркетов на Пулковском шоссе, вдоль, на месте большего помещения и лента. И еще там и строительные гипермаркеты, и большие очень торговые центры, всего их 9 штук. В некоторых из них 60 касс, то есть в океи, в карусели, они стоят в бок, в долгое, в долгое, все эти кассы не задействованы. Все эти площади сделаны. Кто за них платит? Ответ, платят за них, конечно, потребители. Мы видим, что с одной стороны конкуренция обострилась, но с другой стороны издержки на конкурентную войну между различными фирмами оплачивают, конечно, потребители. То есть, вместо того, чтобы конкуренция, как принято в либеральной теории, снижать цены, она их повышает, потому что за издержки кто-то должен платить. Это дублирование директоров, это дублирование рекламы и увеличивания, дублирование торговых площадей и что-либо еще. Понятно, почему в сталинской экономике изначально были люди вынуждены отказаться от конкуренции. Но в самом деле, в самом деле, если ты производишь трактора, то тебе нужен тракторный двигатель. Если тебе они нужны, то с точки зрения классической либеральной теории, ты должен построить пять заводов, пять различных фирм, все они будут выпускать двигатели. Значит, одна из них будет загружена по на 100% самое успешное, один завод разорится, рабочие пойдут на улицу и всякое прочее, а еще три будут как-то задействованы на процентах 50-40 своей мощности. Тем не менее, вместо одного завода мы имеем пять заводов и мы имеем большие издержки. Кто их должен оплачивать? Оплачивать их тоже должен конечный потребитель. Всегда оказывается таким образом, что в последствии конкурентной борьбы очень часто за них платят потребитель, и эта ситуация, она кажется странной, потому что если бы был один монополист, то мы понимаем, что он бы организовал цену такую, какую он захочет, то есть ему нужно было доплатить. Но на практике это не всегда так происходит, потому что он максимизирует свой прибыль. Если ты сделаешь за что-то, например, за станок жилет стоимость в тысячу рублей, то у тебя люди будут этим станком жилет, пытаться скрепстить себя, будут вечно. Вот пример вам этой монополии на рынке жилет. Все, что появляется, это все филиалы, даже марки другие, это жилетовские. Притом мы все понимаем, что очень легко сделать бритвенный станок, такой, который брил бы нас вечно. Это на ненужных технологиях так можно сделать. Тем не менее, они специально занижают его потребительские характеристики, чтобы мы постоянно покупали новые и новые станки. Эта система, она работает... Это не станки, а лезвия. Ну, лезвия и станки, вот эти целиком. То как, я целиком стану, то... Что ты покупаешь? Нет, возможно, можно сделать однажды лезвий такой, который не будет тупиться. Ну, это можно сделать. От самозатащивающихся лезвий. Можно, это спокойно. От самозатащивающихся на жизнь есть. Все это спокойно, в следующий момент допустимо. Это так оно и делается. Только негативно. Только негативно, да. Поэтому они специально, вот эта монополия здесь существует. То есть монополия ищет некую точку всегда равновесия. Ее цена не всегда бесконечно большая. Ее цена именно такая, чтобы получить максимум прибыли. Поэтому очень часто было бы интересно, если бы кто не провел такую экономическую сцену. Нет, есть еще какая-то конкуренция не внутри рынка, а между рынками. Потому что кроме бритвенных станков вот этих... Да, есть бритва-брава. Да, поэтому не могу... Там цена должна быть разумной. Ну, сейчас никакой бритва-брава уже не осталась. Я просто хочу сказать, что у тебя монополия, по большому счету, даже если у тебя нет между различными отраслями конкуренциями, у тебя всегда цена устанавливается не бесконечно большая, а такая, которая обеспечивает максимальное количество прибыли в монополиях. Ну, даже со свободного рынка. Бывает ситуация, скажем, в сталинской экономике, когда цены на тракторные двигатели регулируют государство. Они строят один завод, а не пять. И этот единственный завод где-нибудь там под Ярославлем. Все тракторные заводы страны двигателем этими оснащаем. Есть разное возражение возникает, что это оснащает этими двигателями, да, но двигатели со временем отстают от современных и западных двигателей, которые живут, ну, организации, которые это производят, живут в процессе конкуренции, да. Кто-то там уживает, кто-то не выживает, какие-то новшества постоянно внедряются, да. А наши двигатели так как были старые, так старыми остаются эти все внедрения, они просто невыгодны. Булат, тут вы совершенно не правы, потому что двигатели Ярославского моторного завода, они ставились как на тракторатах и на танке, соответствовали лучшим параметрам и превосходили по многим параметрам. Ну хорошо, начиная. Со временем, со временем. И со временем это было, и до сих пор это было. До сих пор, до сих пор так, да? То есть, мы видим, вот я предлагаю это простое экономическое исследование провести, что в некоторых условиях, у тебя свободная конкуренция, она вместо того, чтобы снижать цены на самом деле приводит, поскольку она приводит к рискому росту и сдержек, к их росту. Взяли на рынки и установили конкуренцию большую. Была одна фирма туристическая, стала тысяча, допустим. Тысяча директоров, тысяча бухгалтеров, и за все это заплодает этот пункт рынка. И они сами себе фирмы, хоть их тысяча человек, они отказываются очень часто от конкуренции по ценовому признаку. Еще раз повторяю, что ситуация со свининой в среде сетей происходит не таким образом, что хозяева или менеджеры, вы топ-менеджера вести, собрались где-то в сауне и договорились по поводу цен. И это не молчаливо, не договорились, решили, что да. Просто здесь ты как бы критикаешь некую примитивную экономическую теорию, которая утверждает, что главным фактором восстановления цены, главным фактором развития экономики является конкуренция. Это примитивная теория, потому что действительно факторов много, а это частный фактор. Это очень трудно рассказывает, что это у этого фактора будет очень быстрее. И примитивная, но я могу сказать, что, по крайней мере, при нашем расцвете либерализма, если вы видите идеологические школы внешние, то есть высшие экономические школы, в том числе и Дмитрий Анатольевич Медведев, они так и до сих пор думают. Мы увеличим конкуренцию, а у нас по этому цену падают. Так правильно, они придерживаются вот этой примитивной теории, которая неверна. Которая неверна. Когда Дмитрий Анатольевич Медведев разрабатывал какой-то теоретический труд, что ли? Я не разрабатывал. Нет, они придерживаются как либеральной теории. Я ничего не придерживался. По ситуации, по ситуации, я не рад. Какую либеральную теорию он виден, да? Никакую. Я рассказываю ваши. Я рассказываю. Господь, если они переубивают? Чего, чего, чего. Нет, в смысле, какую либеральную теорию он виден? Саша, это, давайте так, просто не по сути дела. Это не по сути. О сути дела, Игорь Хочет сказал, что современные экономисты наши, выдающиеся, придерживаются этой примитивной теории. Это, на самом деле, правдоподобно. Действительно так. Они считают, что свободный рынок – это основа… Но Медведев не экономистов. Не важно, Медведев не про Медведев. Он премьер-министр. И когда его попросили разгневанные губернаторы объяснить, почему они тут, в том числе государственных денег, сотни миллионов евро вкладывали в строительство новых комбинатов по производству свинины, и они оказались в снижении в прошлом подходе ВТО не рентабельны, в то время как цены в магазинах не упали. И Дейдин бы сказал, так вот у нас конкуренция оказалась недостаточной. Будет выше конкуренция в врачной торговле, цены обязательно упадут. То есть не выиграл от этого ситуации ни отечественный производитель, ни потребитель. Для потребителей цены на свинину останутся те же самые, а для отечественного производителя, для отечественного производителя вообще речь порастала о невозможной игре после дальнейшего существования. Однако у нас неконкуренция способен с импортом после строительства ВТО. Вот, вот в чем дело. Куда пошла эта разница? А пошла как раз на рынок вот этим самым высококонкурентным типа сетям, которые должны между собой были конкурировки, снизить цены на свинину. Не говоря о том, что вообще сам факт вступления в ВТО, это было просто, так сказать, фактически диверсия, можно сказать. Не думаю, я не думаю. Нет, просто давайте как бы закрепим, что вот есть некая примитивная экономическая теория, которую Игорь распаривает, которая утверждает, это примитивная теория, что все, весь экономическое развитие связано с конкуренцией. Что на самом деле, как по факту, на самом деле, не всегда конкуренция является прогрессивным фактором. Да, такая обычная горизонтальная конкуренция. Да, не всегда. Вот и все, вот Игорь. Давайте зафиксируем. Да, вот Игорь выскал такое предположение. Конкуренция, значит. Но я хотел бы сказать, что если выйти с того уровня, с которого вы начали, то можно прийти вот к таким выводам, и вот то, что сейчас только что озвучил Булан. Но, собственно говоря, с этой точки-то не надо начинать исследование и начинать рассуждение. Надо начинать рассуждение, как вот примерно с той предыдущей темы, когда мы говорили про селекцию, про отбор. То есть, почему конкуренция, а по-русски соревновательность, да? То есть, если вот там в трудовом коллективе или в каком-то коллективе, там начинают люди что-то делать, и у одного получается лучше, у другого хуже. И вот начинается вот это соревнование, да? То есть, селекция называется? То, что называется биология? Ну, там в растеневодстве, там это может называться это селекция или как-то, то есть, путем вот этого соревновательности, естественного отбора, да, но это, значит, надо рассматривать, так сказать, при прочих равных условиях труда. Или система вообще не ограниченная, то есть, там, или наоборот какая-то ограниченная, вот там узкий, ну, даже пусть узкий коллектив. То есть, Саша хочет сказать, как бы, против тебя, да? Нет, можно, если я не против, не говорю, ничего против. Я просто резюмирую, что вы хотите. Нет, ну, я не договорил, было, можно я договорю? То есть, надо исходить сначала из соревновательности. Если действительно есть соревновательность и равенство сторон, равенство участников, тогда, значит, это будет обеспечиваться хороший результат. А если изначально не соревновательность и равенство, то результат будет вот такой, который, значит, вот имелится. И вот можно еще вот про эти, про магазины, вот, которые на этом, на Кулковском шоссе, ой, на Киевском шоссе. Я год назад увидел, значит, когда это, ну, с кучей этих... Домой пошел, да? Нет, про Андропова. А, ну, ладно, давай, потом про Андропова расскажешь. Увидел эту кучу магазинов, значит, я вообще обалдел, значит, думаю, как это можно так это, кто там это вообще покупатели и зачем их тут столько построено. Ну, тут понятно, что какая-то тут ни о какой конкуренции или соревновательности здесь, наверное, речь не идет. А, наверное, о личных деньгах здесь тоже речи, наверное, идет. Наверное, это какой-то вариант или отмывания там каких-то грязных денег или освоения бюджетных денег там через какое-то, ну, может быть, не первое там это колено. Ну, потому что, как это так, на одном конце города, на краю города построили, значит, девять магазинов. Вот это мне, значит, это вообще непонятно. Девять огромнейших магазинов этих торговых сараев. То есть, где экономическое обоснование, где это, ну, как это, покупательский поток в этих магазинах. Потому что для них важна война. То есть, никто из них не должен отдать другому, другому, своему врагу вот этот кусок. Поэтому они вместо одного, который бы там спокойно справлялся, они строят девять. Для них война важна. Ну, они все понесли затраты. Все они понесли затраты. И они всех переложат на количество потребителя. Я думаю, что на самом деле здесь действительно существует в нашей экономической среде, вот, среди специалистов там в сфере экономики, вот такая идея, которую Игорь озвучил, да, вот, примитивного экономики, что якобы все решает конкуренция. Я думаю, что они потому и построены, чтобы усилить конкуренцию. Да. И что на самом деле действительно Игорь, ты прав, что этот факт того, что там цены не падают и, собственно, конкуренция не работает, показывает, что это примитивный фьюрик не работает. Конкуренция работает, но она приводит, вместо снижения цены, приводит к их росту. А я думаю, что вот эти девять магазинов никакого отношения, так сказать, вот это, к добросовестной конкуренции не имеют. Что это явно что-то из серии совсем другого вопроса. То есть, если вот проанализировать, кто собственники и где еще на каких островах это зарегистрировано и откуда взялись деньги и где хотя бы найти вот все технико-экономические обоснования вот на этот покупательский поток на эти каждые девять магазинов, то... А я теперь как бы резюмирую, что Саша хотел сказать простыми словами. Он хотел сказать, на самом деле, что при прочих равных условиях конкуренция работает, что если нет других факторов каких-то, то мы берем несколько ситуаций, при одинаковых условиях, там, где конкурентоспособность больше, там экономика эффективнее работает. Вот что хотел сказать Саше. Нет, я хотел сказать, что вот именно про эти девять. Ладно, вы уже не говорите про девять магазинов, я просто резюмировал, что вот как вот этот доллар. Ну, понятно. То есть, ситуация, она состоит в следующем. Что иногда, еще раз, как бы, иногда конкуренция не работает, потому что другие факторы вступают в силу, но при прочих равных условиях, если бы берем разные ситуации... Ну, то есть, это либеральная точка занятий. Да, конкуренция является тем фактором, который способствует... Нет, у меня простая арифметика. Если ведут несколько фирм, даже 10 конкурентную борьбу, то это война. Любая война стоит денег. Кто будет оплачивать стоимостью войны? Эту стоимость войны будет оплачивать потребителей. Это проживание, которая оплачивает потребителей, то будет идти в наличие. Но для того, чтобы не оценили и литературе, надо свои адекватные специальности. Естественный отбор, что в принципе все, для того, что литературе есть. То есть, это есть какая-то структура на оплачивать. Если у нас есть нет, то есть, людей которые могут заплатить, которые называют оборудование. То есть, что это не происходит, если у нас есть несколько лет. Вот если мы берем, естественно… Мы сегодня говорили о Лысенко, о Лысенко как раз является точнее сказанное, что у тебя внутривидовая конкуренция, внутривидовая борьба отсутствует полностью. Я спросил, а потом конкуренция в торговле и конкуренция в производстве – это не совсем одно и то же. И в науке. Да, допустим, конкуренция в науке и в производстве – она способствует, так сказать, появлению новых технологий, а конкуренция в торговле ничего такого не способствует. А почему не способствует? Нельзя так отрицать, что конкуренция, значит, в некоторых областях конкуренция или соревновательность способствует чему-то, а в других не способствует. Я сказал, что в торговле новые технологии, что ли, какие-то будут? Нет, давайте конкурентом. Там тоже могут быть, конечно. Вопрос в том, что в чем смысл этого вопроса про естественный отбор? Вопрос в том, что это не в том состоянии... Не естественный отбор, а просто наука, промышленность и торговля, что разные сферы... Практика оказывается не в том, что у тебя кто-то выживает. И кто-то умер. Вот, я не хотел сказать. Вопрос идет отбор. Не остается, в конце концов, какая-нибудь одна лента или одна карусель. А в том, что они у тебя, при свободной конкуренции, одновременно находятся на рынке все вместе. И за то, что их находятся все вместе, и за то, что у тебя издержки сильно возросли, заплатят потребители. Я вам про это хочу сказать. То есть у тебя с этой штукой неправильный подход с построением организма. Никто из них не вымирает. Они между собой автоматически, не сговариваясь на самом деле, ни в какую самую, оставляют ситуацию со свининой на таком же высоком рынке, как и была. Ну, у них нет как-то говорительности. Старш, подождите, вы, Старш, много уже говорили. О чем? Просто можно говорить, но немножко в сторону. Важное условие, что если выхватите одну только соревновательность, да, а если отбросить все другие, допустим, условия, если в человеческом обществе там работа, допустим, судебная система. Да, значит, тогда, значит, у нас соревновательность есть, а судебной системы нет. Не будет у нас никакой соревновательности. Ну, понятно. То есть это, и об этом как раз вот пример, что вот с этими девяти магазинами, почему он так, я считаю, удачный, что вот здесь это, вот какая совокупность факторов подействовала на это? Саш, мы с этими более попередом. Говорить про друг друга не имеет смысла. Надо выделить еще какие-то другие. Вот, я предлагаю вытянуться другие. Давайте, как бы, все, без магазинов, просто вашу, я в точку зрения, резюмировал, сказал. Почему? Вот, даже вы говорили у кого-то, что сказать, что... Нет, не студия вопросов, давайте двинемся дальше, ну, сколько можно на одном месте топтаться, ну. Я хотел просто дальше двинуться, по мысли. Вот есть естественный отбор в природе, да. В чем смысл от этого отбора? Изначально, как бы, смысл состоит в том, что если все живые организмы изначально, как бы, ленивые, да, так говорю, ленивые в широком смысле слова, да. Если, как бы, все удовлетворяет, все условия, то организм ничего не делает. Он просто находится в неком консервативном статусе, да, вот, гомеостазис, и все. Он ничего не делает, ничего не пытается делать. Он просто живет, и все, как бы, в этом состоянии. И вот этот, естественный отбор и конкуренция возникает только тогда, когда условие изменяется. Вот, если условие изменяется, возникает необходимость что-то куда-то устремиться, да. И в этом устремлении живые организмы одни выживают, они могут на изменившие условия ответ адекватный сделать, а другие не могут, да. И вот таким образом движется эволюция. В каком-то смысле те экономисты, которые говорят о экономической конкуренции, они опираются вот на это понимание, да. Что на самом деле экономика точно так же, если все, так же, изначально, как бы, опираясь на то, что человек ленив. Ничего он делать не будет, если все нормально, все удовлетворяет. Понимаешь, что-то люди будут производить какой-нибудь, как вот вы говорили про двигатель тракторный, один какой-то двигатель тракторный, он удовлетворяет всех, и все, им ничего больше делать не будут. Зачем что-то менять, если все удовлетворяет. И конкуренция здесь нужна для того, чтобы попытаться сделать лучше, понимаешь, чтобы показать рубежи, как и как это сделать. Если вдруг рядом какой-то другой завод производит этот двигатель лучше, и тогда возникает необходимость и этим приспособиться к изменившимся условиям, да потому что надо делать лучше, и так далее. Тогда возникает конкуренция. То есть конкуренция, на самом деле, по самому своему смыслу, она вот именно нацелена на то, чтобы человек вышел из своего ленивого состояния, из своего некой консервативной замкнутости, и подвинулся дальше, чтобы развивался. Это как бы стимул. Он действует как на биологическом уровне эволюции, так же действует, в частности, и на экономическом уровне. Вот как бы основной тезис, который, как мне кажется, оставит эти либеральные экономисты. В чем смысл-то, да, вот того, почему экономика должна быть конкурентной. Понятное дело, что иногда она не работает. И понятное дело, что нельзя примитизировать, нельзя считать, что единственный фактор развития экономики – это конкуренция. Это примитивизм. Это извращение самого тезиса. Нет, ну дело в том, что, вот ты, Влад, говоришь, что это примитивизм. Да, но многие люди на полном серьезе рассуждают, что вот конкуренция, значит, она, значит, является вообще основополагающим двигателем, значит, это прогресса и двигателем человечества. И таких людей очень много. И я просто вот хочу рассказать исторический пример вот из моей жизни, который до сих пор не устоял. Вот было дело, значит, в перестройку, значит, вот в проекте… Светился Андропова с Условым. А? Булат, ну хватит уже. Ну, Булат, потом ты расскажешь про своего Андропова с Условым, значит, решила, значит, вот все сидят управленцы, значит, только я вот, допустим, человек по человеку, или специалист по человеку, машинам, системам, остальные, значит, по автоматчике, да. И вот, значит, заведующий сектором, там что-то говорит, вот, там перестройка, ТРМР, там, значит, форма собственности. Вот если будет, и на полном серьезе, значит, вот кандидат технических наук говорит, будет, значит, это ларек у нас в частной форме собственности, там установит кассовый аппарат, там и будет честно торговать. И все будет в этом лареке хорошо. На пол, так, все с пеной у рта, значит… Причем есть конкуренция. Да, значит… Не, вы просто объясните. Вот фактор того, что вот считает… Он установит лареки, будет торговать, а где это конкуренция? Ну, Булат, ну не перебивай, пожалуйста. Тебя, когда перебивают, ты начинаешь там это возмущаться, там, своим Андроповым каким-то там. Я ему говорю там это. Сусловно. Борис Михайлович, вы понимаете, что форма собственности – это один из элементов системы управления. Так же, как вот соревновательность, конкуренция – это тоже один из элементов системы управления. Он говорит, да, понимаю. Да, это я согласен. Но я говорю, ну вы понимаете, что, значит, от замены одного элемента, что замена одного элемента не может повлечь, значит, значительное изменение всей системы управления. Нет, все равно. Вот будет, значит, частная собственность, у нас будет все тогда, значит, хорошо и прекрасно. И это говорит, значит, на полном серьезе говорил вот управленист, специалист по управлению. А почему частная собственность сразу идет конкуренция, объясните. Сейчас, минутку. Значит, то же самое, я просто говорю пример, что вот это частная форма собственности. Точно такой же, значит, вот сейчас ты говоришь, что вот конкуренция, если будет у нас конкуренция, тогда, значит, все будет прекрасно, значит. Я так говорю. Да. Нет, я так не говорю. Вот, ну дай мне сейчас договорить и все. Ты пока меня перебиваешь, это еще дольше получается, еще хуже. Так я хочу сказать, что просто такую мысль, что и вот эти положения, что отрывочность, вот этот примитивизм нашего мышления, он, значит, сохраняет уже и сейчас. То есть у нас в стране, вот опять, вот мы что-то там внедрим, допустим, вот все, у нас все будет сразу хорошее. Вот мы заменим там одного на другого, все будет сразу хорошо. Я просто являюсь, так сказать, изначально противником вот такого авиозного подхода. Я, например, что-то сломал. Boulet, подожди, да, я договорю фрат. Я поменяла вот двигатель дальше. Boulet, еще раз, просто я вот по жизни являюсь сторонником комплексного подхода. Так бесполезно менять фрат. Булат, еще раз, значит, подожди, вот еще раз тебе скажу, что сторонникам комплексного подхода, и поэтому, значит, вот выхватывая, значит, в системе ценообразования одно понятие конкуренция, мы ровным счетом ни до чего не договариваемся. Вот я что хотел сказать. Ну, Булат, я рассказываю сказки про Андропова или твоего знакомого. Суслова. Из Суслова. Ну что, поехали дальше, да? То есть, ситуация, что когда у нас существует обычная гранатальная конкуренция, она часто не приводит к никакому положительному эффекту, кроме повышения издержек. Вот если мы с этим немножко как-то согласимся. Теперь, когда же конкуренция у нас полезна? Как ни странно, она полезна только для очень простой вещи. Полезна она для натурения того, что называется инновацией. Насколько это фундаментально, а вот я недавно имел возможность сравнивать скорость первого паровоза, пущенного по царко-сельской железной дороге до Пушкина. Туда он шел за 32 минуты, обратно шел за 27. Сейчас он идет 30 минут. Хочу сказать, что это действительно с царко-сельской дороги было качественным скачком. Но этот качественный скачок был сделан в середине 19 века, и с той порой ничего не улучшилось. То есть ты делаешь скачственный скачок. То есть, по сути, конкуренция, оказывается, нужна только в тех мерах, чтобы на рынок мог войти принципиально иной продукт. Который уже бывает не за проценты, не за более низкую цену, а меняет ситуацию в десятки и десятки раз. Ну, вот. То есть, таким образом, у нас... Хочешь сказать, что был паровоз, стал как бы электровоз, да? Нет, чтобы было... Что конкуренция дает возможность поменять паровоз, а что у тебя была телега, лошадь была, а потом появилась царко-сельская железная дорога. А что под них ходит паровоз или электровоз, это не важно. Не важно, что ходит по ним, паровоз или электровоз. Разницы никакой нет. Качественный скачок происходит между лошадью с телегой и железной дорогой. А дальше уже качественного скачка как-то колонии. Да, скаченного скачка нет. То есть, мы создаем как раз конкурентную среду для того, чтобы были возможны такие фундаментальные скачки. То есть, ты все-таки конкуренцию понимаешь лучше больше в биологическом смысле. То есть, один альбинизм более приспособленный выжил, как бы, а все остальные... Не то, что он и выжил. Менее приспособленный. Вот он и сделал. Ну что, получается, телега не выжила, она умерла, да? А выжили паровозы и электровозы? Сегодня уже затрагивали этот момент вот о сталинской экономике. Ну, в самом деле, у нас один, несколько тракторных заводов и, скажем, один завод тракторных двигателей всего возникает в мире. Больше ничего не возникает, как бы, существует. Ну, в чем здесь проблема? Проблема настоящей инновации, она состоит не в том, что... Не в благости, не в спокойной картине, а в том, что она целиком уничтожает экономику, целую отрасль экономики. Ну, например, появление автомобиля полностью уничтожила на карету телега. Вот в это то, что должно быть, на самом деле, происходить. Проблема сталинской экономики, быть может, она состояла в том, что ты настроил много всяких заводов, но новая инновация должна их уничтожить полностью. С их рабочими, которые уже окажутся для нового, они совершенно непригодны. Вообще для чего-либо. Они готовы. Пока у тебя ничего не было в стране, у тебя развитие было возможно. Но дальнейшее развитие, оно возможно только через смерть, через гибель. Настоящая инновация... То есть, пользу конкуренции возникает вот этот агла, когда что-то разрушается. Да. Настоящая конкуренция нужна для того, чтобы иметь фирмы, которые весь старый мир должны полностью разрушить, полностью уничтожить. Я поэтому и говорю, беру этот термин у Шумпетера, который называется «подрывные инновации». Подрывные инновации, это такие инновации, которые полностью уничтожают целые сектора экономики. Как пример, кстати, появление смартфонов и торгальных устройств, которые, в общем-то, уничтожают рынок стационарных телефонов. Судовые, да, они уничтожили рынок стационарных телефонов. И возникла вообще другая среда, в принципе. Принципиально, принципиально. С этой точки зрения, есть один профессор Пресненского университета, я считал его статью по поводу появления телефонного аппарата Белла. Как там происходило? В тот момент существовала мощнейшая компания «Вестерн Юнион». Эта «Вестерн Юнион» занималась телеграфным обеспечением всего мира. Никто не понимал, что такое телефон и как по нему можно будет разговаривать. И десятки людей предлагали в это время телефонный аппарат, это было никому не интересно, пока Белла, Александра Белла, не поддержал некий человек по имени Хаббард, который был юристом, специалистом по патентному праву. Он его профинансировал, создал этот первый аппарат и пытался продвигать его на рынок. Пытался его продвигать на рынок. Одновременно «Вестерн Юнион» она наняла Томаса Эдисона, он поставил в ней относительно более нужный, более необходимый аппарат. Ну, более качественный. Но она по-прежнему думала, что он будет работать для цели телеграфии. То есть на одном примере стоит телеграфный мастер, а на другом стоит другой. Кто-то по телефону говорит, а примите телеграмму, текст такой-то, такой-то. Кто-то принимал, записывал телеграмму на этот носитель. Вот так представляла себе «Вестерн Юнион» на тот момент развития телефонной связи. В чем заслуга людей, которые поддержали на тот момент Белла? В том, что они принципиально другой стиль и качество жизни приспособились. И в результате вся телеграфная область, она вымерла. Сама по себе телеграфная компания, она никогда не сделала бы из телефона тем, чем он не являлся. По той простой причине, потому что это рожало ее настоящему бизнесу. Говорят, что «Дженерал Моторс» имела технологии электрических автомобилей, которые сейчас проходят в свое высокое обеспечение, еще в начале 80-х годов. Но она специально свернула вот эти самые исследования, только для того, чтобы не мешать своему основному бизнесу, основному двигателю, внутреннему сгоранию. В чем проблема, похоже, была с сталинской экономикой? Что просто она чисто физически отжила свой срок, и может быть, не правда. Так оказалось, что принципиальная новая вещь, связанная с радикальным разрушением старого, социалистической парадмией, оказывалась невозможной. Это старое всеми силами люди пытались сохранить, модернизировать, улучшить, еще чего-то сделать. В то время как он должен быть умение проговорить и рок смерти. Но вот взять наш автомат, например, фактически он был придуман в каком-то 48-м году и до сих пор стоит на вооружении. А то он модернизировался много раз. Хьюгош Мастер придумал первоначально чуть ли там в конце 30-х годов. Если в ДУМАС, у нас все так. У нас в МАСе стоит все так, что однажды придумывается, а потом бесконечно модернизируется. Да, но ситуация, то есть оказывается, общество не готово к принятию подрывных технологий. Поэтому есть смысл, настоящий конкурент состоит не в горизонтальной конкурентной борьбе, между каруселью, ОКМ, Лентой, Метро и Ашана, допустим. Она состоит в том, что эту самую ситуацию принципиально возоматминут и убьют. Интернет торговля. Я думаю, технологий настоящий момент не существует. Интернет торговля и обычный магазин уже... Знаешь, что являлось? Другое отношение к качеству жизни, другое отношение к людей, к этому процессу. Интернет торговля, это не разница. А знаешь, что было бы, я могу объяснить, что это надо было бы. Если бы у тебя на столе стоял 3D принтер, который может напечатать все. У тебя стоит 2-3 расходника материалов, захотел себе обед Мишленовской 2 звезды, набил, скачал себе программу, он тебе напечатал какую-нибудь баранью косточку в карамели, что-либо еще. Вот эта штука. Захотел себе новый телевизор, он бы тебе новый телевизор напечатал. Вот такая бы технология реально бы убила скилую торговлю. Вообще бы весь мир к ним не было. И такие технологии время... Игорь, ты правильно говоришь, только это вопрос немного не о конкуренции разговора. Это разговор скорее о том, как бы эволюция, как идет эволюция. Эволюция идет тем способом, что выживает более оптимизированное. А менее оптимизированное отмирает. Это разговоры о конкуренции. Телега уступила паровозу там. Это вопрос о конкуренции ATT, допустим, и то, что потом открытие было. Это не вопрос о конкуренции. И вестерный умер. Это вопрос между конкуренцией между вестерным умером, одной монополией, и новой технологичной компанией ATT. Это их действительно конкуренция. Это вопрос так вот устроен. То есть тебе, главным образом, твоя конкуренция, она должна быть организована не по-вризонтальному. Только в данном случае конкуренция придет к удешевлению. Она вообще приносит к радикальному изменению. Радикальному изменению? То есть, соответственно, старая становится никому не дешевым? Какому-то там телеграфный аппарат. Он не стал особо дешевым. Ты сейчас за ним можешь поправить телеграмму. Она существует, она даже дороже станет, потому что мало кто к ней обращается. Особенно, то, что ты говоришь, это вопрос, связанный с тем, что больше влияет на развитие экономики. Что вот та конкуренция на рынке, как бы внутривидовая конкуренция между гипермаркетами, это называется цена. Я хочу сказать, что в обычной конкуренции особого смысла нет. Очень часто она идет не во благо, а во зло. В том числе вот эта убийственная конкуренция между принципиально новым технологиями, принципиально новым стилем жизни, она только и важна. Поэтому настоящий предприниматель, это не содержатель ларька, с Александровского примера, только что приведенного. А это человек, который делает что-то принципиально новое и как Акбелл. Только просто рынок настоящий так не устроен, что там вот такие капитальные нововведения случаются там ежедневно. Рынок на самом деле живет другими какими-то вещами. Конечно, время от времени там какие-то случаются какие-то глобальные революции на рынке. Вот очень похоже, что это наш рынок. У нас же известная ситуация, что наши либералы строили экономику российскую по книжкам. Они прочитают, что у нас запрессором первой полиции. Они построили общественную группировку первой полиции. Они прочитали что-то там еще, что там свободная конкуренция. Они построили большое количество ларьков вдоль дороги стоит. Их там 50 ларьков, больших, маленьких. И все они между собой типа конкурировали. На самом деле это платят потребители за эти 50, потому что их достаточно было, допустим. Это вот такая, такова ситуация. Они вот так построили. Но они не те книжки читали. То есть у тебя проблема, она состоит, что вот эти так называемые американские стартапы, их надо было поддерживать и тут же внедрять жизнь. В этом и смысл понятия предпринимателя Пашум Петру. Никто здесь присутствующий предпринимателем Пашум Петру ни в коем случае не является. Правильно. Потому что это как бы... А мне являются мелкими спекуляторами. А экономику делает, экономику делает средний бизнес, который не занимается никакими нововведениями, который использует те ресурсы, которые есть, и пытается выжить как-то. А ты говоришь о каком-то инновационных каких-то вещах, которые на самом деле действительно происходят, и на экономику влияют. И их делает исключительно мелкий и крупный бизнес. Но вот есть версия, что Америка близка к построению вот такой инновационной машинке. Какой инновационной машинке? Инновационной. Какой? Ну вот такой. Который позволяет регулярно диванство по конкуренции. Да, который позволяет принципиально новые вещи внедрять. У них создана такая система государственного управления и жизни в стране, что да, новшества у них внедряются. Не при чем не государственное управление, а просто у них есть достаточно ресурсов. Кроме говоря, когда люди говорили, что мы выращиваем предпринимателей в среде, мы выращиваем не тех людей, мы выращиваем именно тех субъектов, которые, говорит, была. То есть, мы выращиваем предпринимателей. Хотя, инноваторы могут быть и средними, и мелкими, а духовными не могут быть. Они всегда либо средние, либо мелкие. Дело в том, что инноваторы, вот эти, это всегда штучные материалы. Это всегда отдельные, какие-то выдающиеся люди. А в экономике речь идет об обычных людях, об обычных, которые работают ежедневно. И не всегда они, в массе своих случаев, никакими инноваторами они не являются. Хорошо, если они умеют только то, что ты говоришь по книжкам прочитать, и не берите это. Нет, они, как правило, что видят они, и ставят 49 киосков. Они говорят, какой хороший бизнес, поставлю здесь 50-е. И ставят 50-е, ну, потребитель еще стерпит. Потом приходят один, и 51-й, и так далее. Так вот, принципиальная ситуация с этим предпринимателем, предприниматель, это не изобретатель. То есть, приходит сетевой магазин, а против 50-е ставит сетевой. И они умирают, потому что в нем дешево все. Ну, это бывает, потому что сетевой магазин, по сравнению к ним, к этим киоскам, как инновация выступает принципиально. Он это просто убивает. Убивает, да. Он, по большому счету, убил эту ситуацию. Заодно, как только он их убивает, тут же цены не очень. Тут же он большое количество мелких предпринимателей, все это, мелкую торговлю, мелких производителей убил. Почему? Потому что им нужно один хлопнуть, а не 500 мелких. Ну, давайте как-то просто резюмируем, что на самом деле ведь ты тут и никакого противостояния не сделал. Просто есть разные уровни конкуренции. Действительно, есть конкуренции, конкуренция как бы внутривидовая, там какая-то, да, там. А есть конкуренция межвидовая, да, там. И конкуренция инновационная. Я хочу сказать, что очень часто... Ты же пытался как сказать, что вот это вот есть какая-то конкуренция неправильная, есть другая, она правильная. На самом деле здесь нет противостояния, они дополняют друг другу. Просто конкуренция есть на разном уровне. Да, но если мы говорим о горизонтальной конкуренции, то во многом с точки зрения экономики это паразитарная конкуренция. Да, это взгляд. Ну, обыкновенная конкуренция, она проникает все живое. Инновационная конкуренция, она как бы... Она вертикальная. Да, вертикальная. То, до чего мы должны именно стремиться. Вот слово «должны» здесь немножко неуместно. Потому что на самом деле... Мы же создаем экономическую теорию. Это мы должны. Я бы даже сказал, что я зашиваю. Ну, как будут средние предприниматели, как они будут инновационно с друг другом конкурировать, что они будут придумывать, если они просто средние предприниматели. У них нет ни ресурсов для этого, ничего у них нет. Почему? Ну, вот он придумал что-то свое такое. Они в горизонтальной плоскости конкурируют. Да. Еще раз, ребята, то, что как бы научные достижения, изобретения стали внедряться в экономики, это на самом деле, ну, может быть, 19-20 век. До этого экономика таких, как правило, в массе своей, таких вещей не знал. И говорить о том, что сущность экономики в этом состоит, вот, то, что случилось в 19-20 веке, и мне кажется, это как-то... В 17-м. Вовремя... Ну, 18-м. В Танской промышленной революции, да? Ну, ведь экономика существовала и до 18-го века, да, и точно так же существовала там конкуренция и больше. Сущность экономики видеть в инновации. Мне кажется, это слишком сильный тейс. Сущность развития экономики состоит не в развитии 15-15, как русение рядом с друг с другом, а сущность конкуренции, потому что они свои 15, из всех переложат на потребителя, ты будешь, вместо того, что лучше жить, ты будешь жить хуже. А суть его состоит в том масштабном внедрении принципиально нового, и в убийстве экономики таким образом и всего прочего, например, у своих конкурентов, и у себя тоже, ты убиваешь, то есть у тебя появится сейчас дешевый корбон, да? У тебя значительная часть металлургической промышленности мира умрёт. И появится, как у тебя, холодный ядерный синтез, у тебя значительное количество нефти, как ясигнациями, перестанут топить. Это всё понятно, только здесь есть ещё обратный эффект, потому что вот в этом стремлении, это же ведь на самом деле стремление, которое появилось в 18 веке, стремление изменять внешнюю свою среду, не приспосабливаться к среде, а её изменять, да? На самом деле есть тут и обратный эффект, эффект того, что это может не только идти на пользу, но и во вред. И вот внедрение вот этой генной инженерии в производстве продуктов, да, оно может на самом деле, и сейчас уже многие об этом говорят, да, может навредить человечеству в итоге, а может быть вплоть до того, что сейчас просто выродится и вымрет. Потому что мы не знаем последствий, да, вот таких вот, и таких вещей. Поэтому на самом деле в чём-то как бы использование новинок, да, введение технологических новшеств в экономике, наверное, ведёт на благо, а что-то на самом деле нам вредит. Да, это обойдёт, да? Очень, на социализм можно посмотреть другим способом. Проблема социализма, может быть, не в том, что недостаточно что-то там росло, а проблема в том, что он не был готов убивать. Не был готов убивать старые области, пытаться на самом деле изменить жизнь других людей, перенечивать, например. Это его была проблема, вот это его главное. То есть, поэтому сталинский период, быть может, он и был, мог бы всего быть всего лишь такой резкого роста, да, всего 20-30 лет. Потом у тебя наступал новый контрацентский цикл, когда у тебя всё заново меняется. И страна, оказывается, к примеру этого контрацентского цикла не готова, потому что люди не готовы были убивать. Убивать старую экономику. Но это, на самом деле, ведь не только в экономике, если думать, что происходит, это происходит повсеместно. Но в дороге это тоже происходит. Да, это везде происходит, на самом деле. Вот это есть везде борьба консерватизма и нововведений. Консервативные пытаются сохранить хорошее, что есть, а новшества всегда пытаются... А новшества иногда вместе с уничтожением, то есть вместе с уничтожением консерватизма, иногда не только к улучшению ведут, а, возможно, уничтожают и всё, и всё то хорошее, что было завоёвано. Иногда инновации настолько дорогие, что они сразу внедриться не могут, потому что у людей просто нет денег на эти новшества, инновации. Очень часто люди просто не понимают, зачем это нужно. Тот же Крамов, который финансировал Белла, его изобретение не принимал. Он говорил наоборот, он считал, что мы занимаемся модернизацией телеграфа. Надо укладывать деньги, а какой-то телефон, голос между другом разговаривать, мы к этому были не готовы. Слушай, Игорь, а ты говорил американскую машину, да? Инновационную, да. Там в принципе не в том, что государство просто убивает все старое или внедряет новое? Не знаю. Они как-то в этом высоком смысле… Какая сила-то эти инновации будет? Ну, как-то вот у них работает. Я не знаю, как надо… Конкуренция, сила конкуренции, проживание в обществе. Это не сила конкуренции. Если бы это была только конкуренция, то можно было бы во всех странах… Нет, в смысле, я имею в виду, что вот если… Правильно я понял твой вопрос, что в США выстроена такая система управления вот уже на протяжении там буквально там 150-200 лет, которая… Да нет, но уж не 150. На протяжении последних может быть 50. Не перебивать. Я высказываю свою точку зрения. У тебя другая точка зрения, и все. Значит, вот на протяжении вот этих лет, когда вот США являются первой промышленной державой и миром… У них вот… 150-200 лет державой… Ну, это ну свинство уже… Я сказал три слова, ты перебил опять. Значит, у них система управления и жизни в стране, она вот постепенно, постоянно меняется под изменяющиеся условия. Да, и они приспосабливаются. Даже вот такое, как пример, в 60-х годах, когда там Советский Союз запускает первый спутник человека в космос, значит, они, да, там смотрят на Советский Союз, да, действительно, что такое, мы тут начинаем отставать или что там… И Кеннеди там выступает, значит, с такой… Опять государство. Опять государство. Опять государство. То есть делает это государство. Нет. Вот лидер, нашелся какой-то лидер. И он говорит, давайте высадим человека на Луну, значит, вот программа на… Чего на Луну? Да была, помолчи. И эта программа стимулирует все отрасли развития экономики и общества. И они достигают своей цели. Потом следующий этап, начинается следующий. У них выстроена такая система. А сам это делаем? Жизнедеятельность управления, которая обеспечивает… Я в ваших слов увидел, что это делает государство. Нет, это делает каждый гражданин, каждый вот индивидуум, и в том числе, значит, эти индивидуумы, объединяясь в разные организации, в том числе в государство. Да, государственное монополитическое регулирование в США находится на высшем уровне. Если ты этот хочешь ответ услышать – да, это так. Не, я просто подозреваю это. Ну, граждане… А я думаю, что на самом деле здесь вопрос власти, конечно. Влад, ты не прав, а? Ты потому что сказал два слова, значит, надо тебя перейти. Монополизм – это же тоже неправильно. Майкрософт – это монополия. Гугл – это монополия. Ну, это монополия. Нельзя сказать, что они с монополиями… Ну, 20 лет назад. Почему Майкрософт 20 лет назад монополия? Ну, еще 5-6 лет назад это было монополия. Сейчас уже нет. А Гугл – сейчас монополия. Давайте, как бы, не впускаться в какие-то бессмысленности. Ну, это есть монополия. По сути вопроса, да. По сути вопроса, да. Ну, вот у них создана такая конкурентная среда… Саша, это… Давайте, как бы, мы уже сказали про конкурентную среду, вы сказали. Это не так. Не в этом смысл. Просто не в этом смысл. В чем смысл? Влад, если у тебя нет представления об экономике, я тебе говорю… А у вас есть… 200 лет назад чередовая страна была Америка. 200 лет назад… Не 200 лет назад, а в течение 140 лет она передовая экономичная промышленная держава. Она промышленная передовая стала только после войны? Это ты так знаешь историю. Историю знаешь не плохо. Эту историю всю эту знаешь плохо. 140 лет она является… Не после войны. Ничего подобного. Она еще… Буквально в 20-х годах ее промышленное производство было рвано приблизительно половину мирового. 140 лет уже крупнейшая промышленная страна. И 140 лет назад, в момент рабства она уже была главной промышленной страной. Уже на тот момент. Потому что на севере рабства не было. На севере была высокоразвитая индустрия. И вот если касаясь того же Microsoft, и вот хорошие примеры, тот же Google рождается. Вот это и есть монополия, которая за 20 лет вырождается в такую огромнейшую монополию. Обратите внимание, они против этой монополии не борются. То есть вы смотрите, как у нас. У нас в Western Union была монополия на телеграфной связи. И ITT, которая после работы была, тоже стала монополией. Вы смотрите, здесь ситуация происходит не так, что у тебя много лент карусиль на каждом переките. А у тебя на каждом этапе монополия. Потом эта монополия отмирает. Хотя она очень ведет борьбу на жизнь и смерть против Белла. Белл слег там в больницу. Начал лечиться от нервного истощения. Там были количество долгов. Но ему повезло. В этот момент Western Union атаковал один из тогдашних банкиров-разбойников, знаменитых в конце 90-х годов. И пытался ее присвоить себе. То есть рейдерский захват был. И им стало не до Белла от своей компании. И он тогда построил ITT. Я еще набрал хорошего менеджера. Вейда. Который уничтожил Western Union по большому счету. Точно так же Microsoft сейчас умирает. Точно так же. Но уничтожено другими компаниями. Google сейчас. Анаполия. Она когда-нибудь умирает. Но мы видим, что у нас речь идет не о… Почему Google, но Анаполия? Что там? Анаполию. А других типа Яндекс там и прочего нет? Только в нашей стране и в Китае есть более-менее приличные поисковые системы. И с остальными пользуются Google. Там еще какие-то есть, там их ниже собственные. Ну это понятно. Но подавляющих поисковых запросов это Google. Нету больше ничего. У нас в России регулируют Яндекс за три. Просто личный подлог ребят из Яндекса. Что в нашей стране есть… доминирует национальная поисковая система. Есть своя Яндекс. И в Китае еще есть тоже своя доминирует. А весь остальной мир пользуется Google. Монополия. Но пользуется остальной мир. Почему? Не потому что монополия. Значит… Остальной мир же значит как? Устроен. Именно он пользуется этой речью именно потому, что она монополия. Нет. Ну как? То же Яха было, там еще что-то было. И почему тот же, допустим, Яндекс или ВКонтакте не распространяется на ту же Западную Европу? Почему? Значит… Фейсбук, оно тоже является монополией. Фейсбук, да. То есть вы смотрите, как очень интересно происходит. То есть не возникает вот это расползание 50 киосков вдоль улицы. А происходит смена одной монополии на другую. Хоп! Монополия умерла. Появляется новая монополия. Оно тоже умрет. Сейчас мы все присутствуем при гибели Nokia. Согласитесь, что происходит большое впечатление. У меня большое впечатление как раз противоречит тому, что ты играешь. Почему? Почему? Нокия в конкурентной борьбе живет, внутривидовой умирает. Остаются другие. Ее телефоны проиграли по телефону нового поколения или смартфонам. У них же тоже смартфон. У них же тоже смартфон. Вот она и не смогла на рынке МастМоты. У Мистер Ю тоже был телефонный аппарат. Даже лучше, чем у Белла. Потому что Эдисоном занимался. Но они его использовали в качестве приложения к Телеграфу. А эти тоже построили еще себе. И вымерли. Теперь и Apple, и как неожиданно. Они только финансовым образом не смогли финансировать производство смартфонов. Теперь Google этим будет заниматься. Они выкупают Nokia. Не Google, а Microsoft. Microsoft будет этим заниматься. Получается, что твоя теория, она живет. Сейчас ей неверно. Почему? Потому что они вывернули не потому, что они телефоны производили, а потому что их смартфоны в обыкновенной внутривидовой борьбе выдержали конкуренцию и все. То есть как раз сработала другая примитивная конкуренция. Потому что они точно так производили смартфоны. Телефонная компания проиграла смартфоны. Она не телефонная компания. Она точно так же производила смартфоны. Как и Western Union, которая, когда она не опомнилась, в отличие от Bell'а, которая произвела несколько тысяч аппаратов, произвела и 56 тысяч. Еще раз говорю. Вот эти все частные примеры, конечно, они звучат хорошо, но если вдуматься на самом деле, я говорю, что одна конкуренция не противоречит друг другу. Все разные уровни конкуренции. Или еще что-нибудь? Я просто говорю, что есть разные уровни конкуренции. Как бы ты ни говорил о том, что должна быть именно конкуренция на то, что одна инновация уничтожает предыдущую, мы всегда будем говорить о том, что есть внутри видовая конкуренция. Она всегда не остается и никуда не денется. Потому что это просто разное понимание, что такое конкуренция. Да. Поэтому главная причина роста – это научно-технический прогресс. Другой причина роста – нет. То есть, а до 18 века, когда об этом не знали, как бы просто экономики не было? Да, экономика не росла еще. Не, не росла, ее не было просто. Ну, реально росла… Почему не было экономики? У человека так лучше. За века она росла, но на проценты. Как передерги уже. Целый век – 3%. Еще век прошел, еще два. Если развитие экономики связано только с инновационными введениями… Только основацией. Только основацией. Здесь у тех, которых, в общем-то, называют предприниматели, не наших спекулянтов, а настоящих предпринимателей. Таким был Вель, Прибель и всякая прочь, который не изобретатель, а который вот эту самую ситуацию – А тебе не кажется… Это самое, что межвидовая конкуренция, внутривидовая конкуренция, она не идет к развитию. Она идет к перераспределению. Не странно, что… Перераспределение только. Почему не вели? На каждую из обезьян остается меньше бананов. Ну, в общем, да. Не, давайте так, давайте так. Вам не кажется странным, что человек уже там, ну, по крайней мере, там, несколько там… Современный человек считается 20 тысяч лет, как бы, никак не изменяется. То есть, вот так вот остается, так и остается. Вот вы, по понятию, мы должны были бы сейчас скакнуть, и вместо человека там какие-то киборги или какие-нибудь там еще какие-то существования. То есть, меняется. То есть, меняется? Нет, ну, как меняется? Он меняется так же мало, как меняется, там, не знаю… Не инновационно он меняется. Ну, да. Ну, не так, как за 200 век меня справился. Нет. Я… Ребята, дайте мне высказать. Я понимаю, что можно кричать, как бы, хор. Просто я же хотел мысль какую-то сказать, а не просто возражать. Ну, зачем? Влад, тебя перебивать, когда очень интересно же. Ты же других перебиваешь. Так и тебя очень интересно перебиваешь. Потому что вы мысль свою уже высказали. Я ее пытаюсь… Как ты вот… Ты читаешь мою мысль? Вы свою мысль высказать 20 минут, и ее можно уложить в три фразы. Я сейчас… Выкладывай, выкладывай в три минуты. Ну, чё? Мысль здесь, что состоит. Мысль здесь, что состоит. Возможно, на самом деле, конкуренция достигает какого-то уровня, плата, да. Потом, когда движется по этому плату, на самом деле… Ей не нужно менять это основание, эта плата. На этом плате нужно строить, как на фундаменте. И ты считаешь, как конкуренция, связанная, вот биологическая конкуренция достигла уровня человека, и человек явился тем фундаментом, на основании которого можно возводить это дальнейшее развитие. То есть дальше будет качественный скачок? Дальше будет скачок уже не на уровне как бы изменения самого человека, это бессмысленно, а на уровне того, что человек, допустим, создаёт вокруг себя какую-то социальную сложную среду и прочее. То есть это, на самом деле, идея этого Вернацкого, там, вот Эра де Шардена, да, что эволюция движется таким путем, она достигает какого-то определённого плата, потом эта плата ставит в основание для того, чтобы двигаться дальше. А не так происходит, что каждый раз всё старое выбрасывается, и на это, как бы, возникает нечто новое. Всегда, на самом деле, есть некая плата, на котором должно, на котором развивается, на котором основывается дальнейшее развитие. И вот этим платом, допустим, в развитии биологического явился человек, ну так предполагается. Так же и в экономике, понимаешь, достигается определённого уровня, там уже нечего просто менять. И когда он уберётся в качестве основания, на этом основании строятся новые уровни. Все эти вот новшества современные были бы невозможны, если бы не были достигнуты предыдущие все эти уровни развития. Они только возможны на базе их, что проложены сети, что работают электростанции, что есть дороги, что общество связано. И это общество имеет определённую организацию социальную и прочее. И только на этом фундаменте может работать Facebook, там вот все твои Google и прочие системы. Они все подразумевают, что все остальные уровни, они есть. И все остальные уровни, как основания, всё вот это новшество вот это, которое возникает там, это передовое, они всё это удерживают. И разрушить всё это, как у тебя получается, вышло новшество. Давайте всё это вообще снесём, и это новшество в воздухе повыснет. Не повиснет оно в воздухе. Ну это ты так считаешь, не повиснет оно в воздухе. Она опирается на всё, что остальное, Родина, оно есть. А самое-то интересное, подожди, самое интересное, что если сейчас вот случайно цивилизацию всю разрушить, то мы останемся не с этими новинками, да, с телефоном. Все эти телефоны можно будет пойти, гости забивать ими. Да, мы опять начнём сначала с телег, потом поймём на самом деле, что можно там сделать там паровозы и так далее. Мы опять всё заново начнём проходить. Потому что так устроено развитие. И каждый путь, каждый этап, он необходим. И поэтому конкуренция, мне кажется, она не так работает. Она работает сложнее. Есть некоторое родное внутривидовая борьба. Она приводит к тому, что образуется какой-то фундамент, и все понимают, что этот фундамент уже неизменяемый. И на основе этого фундамента возникает новая конкуренция видовая, да, которая как бы находит новый фундамент и так далее. И каждый раз строительство как бы по кирпичику там. Положен некий фундамент, и на этом фундаменте постоянно растёт кирпич, как пирамида. И самое последнее нововведение, оно уже где-то находится там, на вершине, да. И оно подразумевает, что всё здесь, этот фундамент есть. Да. 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 Продолжение следует...